всем привет друзья в прямом эфире в подкастах за рулем так ну что интригующее название о чем бы это она до начать и приторчать на самом деле вот о чем это все сегодняшний эфирчик будет посвящен тому вопросу который ну наверное второе место по частоте занимает вот или третье ночью короче входит в топовую даже не десятку в топовые пятерку входит до вопросов которые мне задают вот вопрос следующий когда можно начать заниматься и когда еще не поздно да именно имеется в виду прежде всего выдать им разделим а значит когда не поздно боевыми заняться искусствами да то есть вообще и опять же какими потому что здесь есть тоже мнение самые разные а второе когда не поздно вообще заняться собой вот давайте я наверное начну с первой части да как вот прям по порядку боевыми искусствами когда не поздно заняться вот приходят ко мне мужики знают что я веду группы как мы называем в шутку в шутку называем группа здоровья вот так на самом деле есть другое кодовое название которое звучит так для тех кому за 40 наверное я бы сказал даже не за 30 для тех кому за 40 вот занимаются мне мужики которым за 40 лет и за 50 некоторым к 60 подходит вот сразу скажу что абсолютное большинство из них кроме самых самых новичков которые только пришли обладают прекрасными кондициями физическими то есть они достигли их занимаясь в клубе вот кондициями в плане функциональной подготовки прежде всего выносливости работоспособности и конечно лаева они поменяли и соответственно свое тело за годы занятий так вот ребята которые занимаются будут ребятами называть как же мих еще назвать по-другому обладают такими кондициями которым позавидуют молодые по крайней мере по выносливости по работоспособности это абсолютно точно вот так что в общем не просто молодые которые и ничем не занимаются нет молодые из тех кто ходит постоянно регулярно заниматься фитнес-центры клубы даже занимаются с персональными тренерами и все такое даже те кто персональных тренеров занимаясь а достигли в каких-то кондициях с меге результатов во всем соперничать с моими парнями не могут потому что у нас комплексная и разносторонняя подготовка к чему я рассказал потому что вот наглядный живой пример что я знаю о чем я буду говорить потому что в эту форму привел их я да это раз два то живой наглядный пример что раз это существует и не в единственном каком-то числе когда показывают а по телевизору какого-нибудь уникального чела который там в 60 лет там не знаю делает флаг на трубе да или там не знаю делает а а как это называется то уровень что или гну в общем скажем так отжимается только на руках на одних не касаясь пол блин вот прям вот из головы термин то вылетел потому что именно вот эту штуку и называют планка правильно а не то что на пресс упражнений делают там планку с упором на локти и на сам стопы вот планка как раз или это горизонт от называть горизонта то есть когда человек может на одних руках удерживать горизонтальные положения или подтягивается какой-нибудь там в кавычках дед потому что он конечно не где-то очень молодец там 60 лет там 65 подтягиваться 30 точку вот так вот на самом деле это как уникум а у меня не уникум и мы все такие клуб будушин город иваново хотите приезжайте в гости с удовольствием пообщаемся с вами потренируемся по спаррингуем все вообще великолепно в кроссфите позанимайтесь попробуйте с нами позаниматься вместе вам обязательно понравится потому что все это работает абсолютно великолепно работает так что это явный и наглядный показать я являюсь соответственно таким же показателем конечно возраст мы вообще не возраст 42 мне только скоро будет вот но тем не менее уровень подготовки такой что 20-летние ребята там мастера спорта в различных видах спорта по функциональной комплексной подготовки вряд ли кто дотягивает до меня вот так вот так я это похвастался пожалуйста реальный пример и пруф такой доказательство того что да можете посмотреть все это на ю тубе там мои спорты различные длинные такие зарубы на снарядах и достижение некоторые там всякие разные посмотрите набирайте на ю тубе михаил шилов на йоте посмотрите все вот там будут сами пруф выложены ну вот так что видите не поздно да об основном вопрос задают не 60-летний и не 70-летний задают вопросы о том поздно ли мне заниматься ребятам которым не знаю там еще 30 нет вопрос вот в чем они просто некорректно ставят вопрос вопрос для чего заниматься каких достижений хочется достичь вот в этом вся фишка если насмотревшись различных мотивирующих роликов и всяких прочих разных других роликов видео и наслушавшись начитавшись различных статей приходит понимание что достижение что занятие спортом требует непременного достижения уровня чемпиона мира ну тогда конечно наверно вряд ли я вам скажу даже более того если вы вовремя начали заниматься вовсе не факт скорее всего вообще не факт что вы стали бы чемпионом мира или вообще каким-то чемпионом почему а потому что для этого нужно посвятить этому жизнь надо стать профессионалом в области боевых искусств профессионалом то есть для этого надо сделать это профессии своей заниматься этим зарабатывать этим деньги и вот тогда вы станете реально профессионалом вот так вот даже если это называется любительский спорт поверьте мне ребята которые занимаются любительским спортом достигают высоких достижений и чемпионов высоких они работают как профессионалы они являются профессионалами это в любых видах спорта совершенно до редко кредко очень кто-то найдется кто ну реально посвящает этому там три раза в неделю заниматься ходит по три часа или по два часа и вдруг он становится там чемпионом как нет это нонсенс это либо тот кто раньше занимался когда-то в детстве потом решил выступить в этой по ветеранам вот это вероятно среди молодежи же это в принципе невозможно это все все профики которые являются либо тренерами спортивных и самих клубах либо у них есть спонсоры они работают вы чего того же самого хотите если вы хотите того же самого понимаете я вас уверяю вы что далеко мало вернее маловероятно что вы достигли бы высочайших сам достижений даже если бы самого детства занимались вы видите об а почему очень просто почему посмотрите сколько миллионов людей ну ладно сотен тысяч людей занимаются видами спорта многие но ты из них становятся чемпионами мира я конечно не говорю про какие-то дисциплины когда доведено сюда но то абсурда когда едет из каждого города команда по 50 человек детей и все приезжают с медалями и все чемпионы мира и в каждой захудалой секции и каждого города находится хреново тучи чемпионов мира понимаете это абсурд это говорит об уровне этих самки чемпионатов и об уровне того что они вообще подразумевают под тем что они соревнуются это фигня чемпион он один 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 действующий вот эти вот и не может быть такого что один чемпион другой через два месяца ищи бене еще один потом третье те одновременно 20 чемпионов мира происходит в одних и тех же категориях в одних и тех же номинациях люди не успевают по этим чемпионам только ездить и круглый год каждый месяц они становятся чемпионами мира и вот это нескончаемый поток но и среди детей в основном это дело происходит это нонсенс посмотрите как готовится к бою профессионалы у них один бой за год проходит два готовятся потому что это реально понимаете это сложно быть лучшим вот и поэтому вы видите тренируются сотни тысяч чемпион становится 1 2 3 малых единицы чемпионов а выдающимся запоминающимся запоминающимися чемпионами становятся вообще и исключительные уникумы а вы насмотритесь этих роликов и думаете вот я надо не меньше чем вот это вот быть ну где-то под спудом это возникает ну или вы себе поменьше рубежи ставите но тем не менее ставите уровень мастера спорта кандидатом кандидата мастера спорта мастера спорта международника там вот а зачем нет это конечно очень хорошая мотивация и стимул просто надо смотреть в глаза реалием для на что вы готовы пойти что вы готовы положить я скажу даже более того и даже в немолодом возрасте можно добиться выдающихся спортивных достижений в некоторых видах спорта предположим каком-то в армлифтинге силовом тренинге да даже в том же сам в боевых искусств можно если вдруг сделать такой дауншифтинг имея хренову тучу бабла для того чтобы вообще не заниматься ничем не зарабатывать деньги а то от а то к тренироваться и в итоге попробовать себя в боевых искусствах и за там 5-6 лет достичь высокого там уровня постепенно подводя себя через тренировки через работу с лучшими тренерами через бои нут учебные такие сам соревновательные когда вам а противника подбирают так чтобы не нут убил он вас и не отбил желание а чтобы он был вам как говорится по силам но так чтобы это булки на брюш пришлось можете добиться высокого высокие достижения мастером спорта стать и ложка к там кмсом или разрядником это вообще запросто в том же самом и боксе и в чем угодно можно вот но сразу вот когда я такой даю там ответы в частном порядке разум людям они говорят ну а как же тогда вообще смысл какой заниматься то есть да есть конечно ребят но смотрите человек говорит ну тогда я боевыми искусствами заниматься не буду я лучше куплю абонемент в спортивный клуб и буду там если для здоровья то я лучше буду заниматься фитнесом так а какая разница то на самом деле боевые искусства я вам скажу особенно такие как ммэй да микс маршал микс маршал арт это лучший вид фитнеса который вообще можно придумать более разносторонней функциональной подготовки вообще сложно придумать когда как присутствует и ударка и борьба и круговые тренировки функциональная нагрузка работа на снаряда спарринговая работа самая разноплановая в процессе функциональной подготовки присутствуют и бег и вертик кроссы лыжи и плавание в том числе и силовая подготовка и кроссфит и чего только нет да придумать лучше и разнообразнее подготовку вообще сложно почему про ммэй заговорил потому что именно там в традиционном каратэ или каких-то традиционных узких видах и направлениях такой вот такому полноценного тренинга можно редко встретить здесь уже все зависит от тренера если тренер считает это нужным и сам умеет это делать и сам может являться примером для своих учеников то это секции присутствует как правило но это тоже единичные такие это факторы если тренер сам этого не делает ничего то начинается песня и сказка пробелывает бычка что это не нужно это вообще в традиционных искусствах прежде всего важно техника дух дыхание не все такое прочее что силы это ерунда отдел 10 ребят при всех прочих равных условиях силу рулят выносливость рулят и все остальное больше того она позволяет тренироваться так эффективно что в разы можно быстрее подготовить свою технику вот делай человек предположим ката пришел заниматься карате делай ката и все такое прочее а у него подготовки нет никакой и он начинает делать ката делает ката десять раз и он умер у него тренировка закончилась а человеку которого прекрасная функциональная подготовка он может и сто раз ката сделать причем с минимальным перерывом в хорошем темпе на полной выкладке вот и говорить о том кто быстрее из них натренируется ну конечно тот кто больше работает и работает сильно и качественно вот и вы пожалуйста пример то же самое касается поединка спарринга кихона не важно чего подготовки к экзаменам к аттестациям да и как бы вы не были не были технично если вас хватает на 20 движений на полной выкладке то все это уйта из под ногтей понимаете в любом возрасте абсолютно результативность становится выше чем выше эффективность тела конечно она для каждого возраста своя соответственно но чем она выше тем выше достижение потому что за более короткий промежуток времени можно произвести можно провести более серьезный интенсив и успеть проделать больший объем работы в плане классической подготовки той же самой с партнером поработать и поработать и кихон и понку метэ гахонку метэ санбоку метэ катат работать не знаю кихон спарринги что угодно работа по снарядам все что хотите даже в традиционных видах в традиционных стилях даже на макеваре можно проработать эффективнее намного если у вас выносливость и дыхалка выше вот и все это сто процентов однозначно особенно если человек полный там тучный да ему тяжело вообще ну вот иди занимайся в каратэ традиционное там соревнования тебе уже не нужны а булки там особо напрягать не надо да будьте там спокойно заниматься в своем режиме ну и дохера оно это тогда вообще надо я не знаю лишь бы только время занять но это к тому что каждый выбирает то что надо и минимальная физическая активность она тоже идет на пользу мы про достижения говорим да ну вот про какие то поэтому в этом плане ммэй подходит наиболее хорошо а также подходит очень хорошо в этом плане различные виды борьбы начиная от самбо заканчивая римской все замечательно работает там тоже функционалка работает все очень хорошо в боксе бокс взять прекрасная штука бокса но тоже однонаправленная к сожалению если конечно комплексно готовится хочется надо в бокс еще конечно добавлять элементы различные другие хотя бы в плане функциональной подготовки и кроссфита чтобы задействовать те группы которые минимально в чисто боксерской подготовке работают вот но что касается жиросжигания и интенсивности то есть если посмотреть по видам деятельности на которые больше всего идут энергозатраты на которые больше всего калорий тратится это в принципе вот бокс стоит на одном из первых мест если конечно тренировка полноценная а не бла 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 и там три раунда за тренировку которые длится час там работа по снарядам фигня понимаете пять раундов работа по снарядам по три минуты с интервалом в одну минуту это 20 минут работы я вас уверяю что если вы повыбрасываете руки сильно по снаряду ну это погруж тяжелый в течение пяти раундов по три минуты вы пропотеете и вообще не знамо как если вы выбрасываете руки с минимальной частотой предположим соточка ударов за минуту а лучше бы побольше все поймете как это работает если вам кажется что это много это больше чем один удар за секунду практически два это фигня это элементарно у меня есть интенсивы когда я работаю выбрасывая больше двухсот ударов и даже больше специально зарубался и под триста ударов знаете какой идет интенсив это просто непрерывно и молочение и мешка идет но так я конечно редко работаю может практически никогда это просто проба была но 200 ударов за минуту это ерунда это 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 норма 150 это то что когда работа на очень сильную технику очень сильно там удар наносится и работается по заданию чтобы между комбинаториками была пауза для перемещения когда особенно когда в этих комбинаториках есть вот именно перемещение уклоны нырки тогда просто ну не получается сколотить непрерывный мешок что называется то есть тратится время именно вот на безударные какие-то вот элементы вот таким вот образом вот и все это можно выдерживать ребята выдерживают работают тренируются то есть все это делать можно поэтому смотрите хотите минимальных нагрузок ну все идите заниматься традиционным карате если вы особенно вы в соревнованиях участвовать не хотите но тем не менее все равно стоит заняться функциональным тренингом хотите иметь большие нагрузки и тоже научиться выдерживать их идите в борьбу в ММА вот если вас интересует именно здоровье понимаете если вы но поддержимы какими-то титулами какими-то не знаю регалиями тут конечно занятия различными видами без соревновательными по типу там всякие типы карате там тоже очень сильно подходит человек занимается ни разу ничего в жизни толкового в этом соревнованиях не участвовал особо ничего не делает себя бережет ну получает через определенный там интервал свои разряды вешает на себя новые пояса все замечательно у него хорошо я ни в коем случае не хочу опорочить это карате я сам адепт карате всю жизнь свою сознательную спортивную карате занимаюсь ну 30 лет наверное да сколько 30 лет уже наверное будет как занимаюсь карате да ну вот просто считаю что понимаете это как просто не нужно идти по ложному пути а подготовка должна быть разносторонняя она должна быть направлена на искусство боя потому что это прежде всего art of killing какую бы другую бы составляющую бы не навешивали воспитание там духа там все прочее он не будет воспитываться если не будет воспитываться артов killing но опять же хочу сказать несмотря на то что это такое вот искусство это не значит что если вы не стали супер профессионалом и чемпионом то вы время зря потратили нет понимаете все зависит от того что я говорю что вы готовы положить на алтарь этого всего и хотите вы лучше себя чувствовать комфортнее на улице защищаться лучше не обязательно вам становиться разрядником и мастером спорта по ммэй или не знаю каким еще супер чемпионам в карате и все такое проще вы просто должны хорошо заниматься правильно по правильным методикам всего то и навсего и должны становиться каждым днем лучше сами относительно себя чем вы были вчера вот и все вот и все потому что никто не даст вам гарантии на то что если бы вы даже посвятить этому всю жизнь то вы станете супер чемпионом все мы люди разные у кого-то предрасположенность к одному у кого-то к другому но если вы определили себе что вам необходимы данные типы занятий вы хотите в них получить какой-то результат то мерилом этого результата всегда является прогрессирование относительно своего текущего состояния которое есть на данный момент да я много говорил о том всегда что важен результат что не сам путь некоторые считают что важен путь результат фигня вот сам путь это и есть цель жизни он является мерилом всего нет я считаю что это неправильно потому что можно пойти по ложному пути считать что вы все правильно делаете и всю жизнь чем-то заниматься и заниматься херней то есть не достигну ничего и считаю что мерилом всегда является результат однозначно просто понимать и не всегда являются мерилом результат который wanna определяется и вот такими поясами медлями занятыми местами мерилом результаты является прогресс относительно своего текущего состояния вот сделали фотографии своего текущего состояния вообще по всем параметрам в том числе и мониторирует тот эффект, который есть. И вы должны постоянно прогрессировать. Обязательно. То есть, важен прогресс, важно продвижение вперед. Вот это вот все, что нужно. Если это есть, значит, путь ваш правильно, и вы следуете по правильному пути. Ну, как человек, если лечится, вы понимаете, вот я всегда люблю все мерить на медицину. Вот это очень хороший пример, хороший показатель. Что важнее, лечиться или вылечиться? Стать здоровее. Вот когда мне говорят, что важнее путь, чем результат, я говорю, ну, это вот важнее процесс лечения, чем само здоровье, то есть, ну, тыс, лечение. То есть, важно лечиться, постоянно находиться в процессе лечения. Это важнее. Нет. Важно в процессе лечения становиться здоровее, чем вы есть в настоящий момент. Вот. Вот так. Медицина вообще супернаука. Я все меряю через нее. Это призма жизни моей. Вот. Потому что я сам же врач, артопатроматолог, терапевт, хирург. Вот. Посвятил медицине, обучению медицине 10 лет своей жизни. Потому что сам институт, потом интернатура, потом ординатура, потом повышение квалификации. В общем, 9 лет. 9 лет я. И посвятил только обучению. И, конечно, стажировкам различным. Он еще работает. И сейчас я постоянно занимаюсь исследованием в области спортивной медицины, биомеханики. Вот. и спортивной физиологии. Поэтому мне как никогда это вообще-то понятно, как это все работает. Вот. И через медицину я меряю все. И результат конечный. И все. Я сейчас вот отвлекусь на долю секунды буквально скажу. Когда вы меряете свой результат и думаете, насколько вы хорошо проработали, вы должны прекрасно понимать, что вы должны работать на максимально возможной для себя выкладке. Вы понимаете, только не понимаете это через жопу. Некоторые понимают, что если я занимаюсь кроссфитом, то максимально возможная для меня выкладка это я должен умереть после тренировки. И заболевануть на ней. Да нет. На максимально возможной. Это на максимально возможной, который не нанесет ущерб. А принесет результат положительный, а не отрицательный. Вот это вот максимально возможный и максимально правильный результат. Вот и здесь то же самое. Так вот, вы должны работать на максимальный результат. Представьте, врача который учился на 3 и вы знаете что он троечник у него в дипломе там одни тройки вы на операционный стол к нему положите своего ребенка или сами ляжете если понадобится скажу скажешь дни мне бы вы другого про него ничего не знаете знаете только что он учился в институте на 3 а чего вы так боитесь то он учился удовлетворительно он удовлетворительный сделает операцию на твердую троечку или зубной техник или дантист вам вылечит зубы на твердую троечку не переживайте удовлетворительно по отношению к врачу вы не допустите такого вы не вы не захотите чтобы он вас обслужил на 3 почему как же это же невозможно как это можно врач это же здоровье это жизнь ответственность а большинство людей из вас как закончили ваши вузы вы как учились помните вы как считаете вы свою работу выполняете на твердую троечку и на твердую пятерочку от врача вы наверняка потребуете чтобы он сделал на пятерку все а сами вы делаете свою работу в жизни всю на пятерку любую уборку по дому тренировки свои свою работу на работе своих хобби и все остальное прочее вы делаете это на пять я не знаю насколько человек может это делать вопрос том что стремится он должен сделать только на 5 до здоровый хороший качественный перфекционизм когда человек стремится это сделать так это не должно привести к ступору до перфекционист но делать на все качестве тренировки ваши принесут максимально хороший качественный результат в любом возрасте любом возрасте если в соответствии с концепцией не навреди себе вы будете работать на максимально возможный результат, который есть. Ну, пусть это не результат чемпиона мира, но вы будете прогрессировать, поэтому можно заниматься в любом абсолютном возрасте и постоянно расти, расти всегда и непрерывно. Ну, и теперь я перейду на фитнес. То же самое касается занятий фитнесом, занятия по коррекции фигуры. Основной аргумент, контр, аргумент, вернее, против занятия, когда люди спрашивают, а мне не поздно ли заниматься? Да я так себя запустил, уже много лет ничем не занимался, да у меня уже, наверное, все ну, поздно уже за что-то браться. Ребята, какой конечный результат? Если вы хотите выступать на соревнованиях по Мэнс Физик, то наверное, вам придется сильно булки поднадорвать и чем-то пожертвовать для того, чтобы на этот уровень выйти. Хотя я считаю, что может, положим 5 результата, да, хорошего. То есть, если в возрасте вы. Вот. Чем, соответственно, моложе, тем проще достигать результатов. Но в любом возрасте можно прогрессировать и измениться можно очень здорово. Очень здорово на протяжении определенного периода. Единственное, не надо стремиться за очень быстрым результатом. В каком возрасте вы не были. Скажите, у меня срока мало. Я уже за экватор перевалил своей жизни. Не знаю, имеет ли смысл, если это займет 3-4 года. Вот у меня бы быстро. Ну, ряд быстро, только кошки родятся. Не знаю, вот так, по-моему, говорят. Можно добиться. С ущербом. Всегда для здоровья. Ущерба быть не должно. И добиться результата можно все равно очень серьезного. И похудеть, и наоборот, и массу набрать, и рельефа добиться. Всего, что угодно. Единственным залогом к успеху является хорошая программа действий, да. То есть, когда вы намерены действовать хорошо. То есть, вот, намерены, во-первых, действовать хорошо, намерены работать, и намерены на достижение планомерные результата. Когда вы планомерно достигаете его, не махом, да, вот за несколько месяцев, да, пытаетесь добиться. И, конечно, нужна хорошая программа, хорошее понимание вопроса. И никогда заниматься не поздно. А концепция основная точно такая же абсолютно. Как я когда рассказывал про боевые нороискусства. Кто только что подключился, я вижу, обязательно просмотрите с самого начала видео это. Вот. В отношении делом. Самая главная идея, значит, моего вот этого вот эфира, я просто уже скоро подъезжаю к месту тренировки своей, да, у меня тренировочка совсем уже. Вот. Основная идея заключается в том, что никогда не поздно прогрессировать в любом возрасте относительно того уровня, который есть у вас сейчас. Никогда не поздно. И если не в одном, так в другом. И тем проще это самое проще. Тем начать, самая, прогрессировать и увидеть результат. Кто, наоборот, запустил все это дело. Вот. Им гораздо проще. Никогда не занимался долгие годы ничем, забросил, у него текущее состояние говно. Вот. От этого состояния начать, самая, прогрессировать очень просто. Другой вопрос. Вот таким, как мне. Вот таким трудно. Понимаете, учитывая тот факт, что я всю жизнь в тонусе и всю жизнь на достаточно высоком уровне подготовленности, мне, конечно, прогрессировать с годами в некоторых направлениях сложнее, потому что я становлюсь старше, а уровень у меня и так высокий по ряду параметров был. Вот. Понимаете? Поэтому у меня получается, что чем я старше становлюсь, нам нужно становиться лучше. Но здесь есть своя панацея. Это, кстати, будет другой совершенно подкаст, другое видео, потому что это целая большая тема, но она направлена на небольшое количество людей. На небольшое. Потому что таких людей, в принципе, на самом деле немного. И даже те, кто себя считает хорошо подготовленными, считает экспертами себя и являются действующими спортсменами, мастерами действующими, на самом деле они не по всем направлениям спрогрессировавшие. Далеко не по всем. Вот. То есть есть ряд параметров, по которым их достижения можно считать посредственными. Много ко мне приходило заниматься мастеров различных. предположим, по боксу начинается борьба и не хватает функциональной подготовки. Или по каким-то другим тоже видам спорта. То есть по одному виду спорта все как бы нормально. Есть какая-то память мышечная, что-то там еще. То есть вроде как и ничего. А по другим параметрам абсолютно никак. Вот. Так. Сложено. Очень опасно. Вот так. Вот. По другим параметрам не получается. В одном что-то осталось, а в другом нет. Поэтому от текущего состояния всегда можно прогрессировать дальше и дальше. Ну все, ребят. На этом я закончил. Вопросы будут обязательно задавайте прямо под этим видео. Я постараюсь на все ваши вопросы ответить. Вот так вот. И обязательно подписывайтесь на мой лайв канал на YouTube, на основной канал на YouTube, и в социальных сетях, на Кухонный Философ, и на все мои прочие различные сообщества. А также посещайте мой сайт Будушин.ру, Будублог.ру, Макивар.ру, Докторшилов.ком и Корректура.ру. Салют! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!